Приветствую вас, друзья, и добро пожаловать в игру под названием Asphalt 9. Многие просили поиграть в эту игру, я прошел уже обучение, сначала разочаровался. Я подумал, что здесь нет свободного управления вообще, но оказалось, здесь в настройках можно сменить управление, потому что вот этот вот тач-драйв, это вообще какой-то позор, все автоматически буквально происходит, ты даже нормально поворачивать не можешь. Я поставил управление вручную, чтобы хоть как-то контролировать наш автомобиль, но газовать она все равно будет автоматически. И это печально достаточно, я думал, здесь полноценное управление, как в обыкновенных гоночных играх реализовано, но это не так, они придумали здесь свою систему, очень аркадную. Игра сама по себе, гоночная аркада, но еще и управление слишком упростили, на мой взгляд. Так, ну что ж, давайте начинать карьеру, как вы видите, тачка у меня вот такая вот, это лансер. Можем, кстати, ее проапгрейдить как-нибудь или что-то вроде того, я здесь вижу только карьеру, сетевую игру и акции. Также есть магазин, у меня, по-моему, какой-то пак был, который мы можем открыть. Но я пока что не очень ориентируюсь в этом интерфейсе. Здесь вся статистика и так далее. Ладно, давайте просто начинать, наверное, карьеру, а потом посмотрим. Я думаю, обучалка еще до конца не закончена. Нам еще устроят экскурсию по интерфейсу, например. Добро пожаловать в асфальт. Глава первая. Погнали. Карьера 0%. Я готов, друзья. Сейчас опробуем ручное управление. Выполняй задачи каждой гонки для получения флагов. Так, интересно. Флаги открывают новые гонки в каждом сезоне. Получи этот чертеж BMW за прохождение этой гонки. Заверши весь сезон и выиграй автомобиль, друзья. Как сказал бы Якубович. Так, ну что ж, погнали. Бэху можно выиграть, друзья. Выбираем наш ланцер. Там Chevrolet, смотрите, Volkswagen всякие. Радует, что тачки лицензированы. А то уже надоело угадывать название автомобилей. Я, как вы знаете, не любитель автомобильной тематики. Не фанат, так сказать, ярый. Так что автомобили без опознавательных знаков, каких-то для меня трудно угадываемые. Так, ну что ж, можно отключить тач-драйв. Если хочешь ехать на ручном управлении, я его уже отключил. Бак у нас заполнен. Рекомендуемый ранг, максимальная скорость. Ну все, погнали. Можно вот здесь, вот в этом меню улучшить наш автомобиль. И также выбрать другой. Перекрасить его. Давайте, кстати, перекрасим. Посмотрим, перекрасочка вообще чего-то стоит или нет. Или можно бесплатно. Вот, например, в такой красный цвет, смотрите. Как сочно теперь выглядит наш автомобиль. Также можно настроить собственный цвет, видимо, из палитры. Но сейчас мы этого сделать не можем. Так, я перекрасил тачку, да? Судя по всему, да. Друзья, ничего подтверждать надо. Ну, погнали. Тогда отправляемся в наш первый заезд. Посмотрим на поведение автомобиля на ручном управлении. Так, на три позиции нам нужно занять. Как минимум третью позицию. Ну, графически выглядит, конечно, игра отлично. Не знаю, как на смартфонах. Блин, я по привычке W зажал, чтобы машина ехала. Не знаю, как она выглядит на смартфонах, но я думаю, это уже достаточно красочно и качественно. Так, заряжает... Дрифт заряжает шкалу. Нитро. Окей, я это понял. Нормально там развернул чувака какого-то. Так, и на пробел, да, это... Ну, посмотрите, как красочно. Просто выношу всех направо и налево, блин. До трамплинщика не успел доехать, повернусь. Точнее, вовремя. Не, нормально, нормальное управление. Конечно, физика дичайшая. Аркадная. Просто какая-то клоунада происходит. Или перевороты постоянные. И что-то подобное. Как будто это игрушечные машинки. Первое место мы занимаем. Тут можно, похоже, повторы смотреть. Или что это за кнопочка? Да, друзья, даже... Видеозаставка написана. Даже повторы, похоже, можно смотреть. Как мы здесь прыгали, как гоняли. Можно сделать вот такой вот кинематографичный вид. Так, ну окей. Очень здорово. Выполнены задачи. И мы получаем чертеж. Но я так понимаю, нужно несколько этих чертежей сначала получить. Для того, чтобы разблокировать автомобиль полностью. Так, еще какую-то задачу мы побочную выполнили. Ты заработал эти награды. Необычная карта. Нужно еще четыре. Да, еще четыре карточки, чтобы открыть Бэху. Окей, но я не особо испытываю желание, испытываю потребность в этом БМВ. Меня, в принципе, и лансер устраивает. Эти кредиты помогут тебе улучшать твой автомобиль. Бери. Спасибо. Забираю. Так, и теперь мы продолжаем уже в Сан-Франциско, друзья. И снова в награду нам отцепят одну карточку всего лишь. Ну погнали. Выбираем снова лансер наш. Уже, смотрите, топливный бак немного опустел на одну единицу. И, видимо, когда топливо у нас совсем закончится... То есть мы ограниченное количество раз можем участвовать в заезде на том или ином автомобиле. И, скорее всего, когда топливо закончится, я так понимаю, нам нужно будет тратить на бензин либо монеты, либо донатить, естественно. Ну что, я готов. Погнали. Дважды нажмите стрелку вниз или С, выполните разворот. Разворот. Что-то значит, ёпт, вынимать, на 360 градусов. Это было неожиданно. Извини, мужик. Тебе пора в отставку. Надо с помощью дрифта заходить. Здесь без дрифта, похоже, вообще никак. Немного ускоряемся. Вырываемся вперед. Этого раздолбал. Блин, тут даже повреждение крёво. Он развалился, смотрите. Просто его в задницу ударим. В требуху развалился. Ё-моё. Как он зашёл-то в этот поворот. Неплохо, мужик. Так. Дрифтим. Хорошо. Ускоряемся. Я уже неплохо оторвался. Вот, смотрите, там трамплинчики какие-то. Давайте сюда залетим. Ускоряемся. И... Нормально. Да, дерьмовый вошёл в поворот, конечно. Но это уже кинешь, друзья. И очередная наша победка. Ну, пока что простые заезды, естественно. Разблокированы какие-то ачивки. Но после того, как я увидел автоматическое управление, всё оказалось не так плохо, как я думал, друзья. Так что вполне приятно, вполне приятно. В эту игру верать. Особенно радует графическая составляющая, визуальная. Разработчики постарались. Так, ну давайте ещё одну гоночку пройдём. Мы заработали очередную карту. Карточка. Там в дальнейшем какой-то пак откроется. Так, Гималай, друзья, ничего себе. Свободное падение в Гималай. Локации здесь очень разнообразные, судьба всему. И много разрушаемого окружения. Не только разрушаются сами автомобили, но ещё и можно взаимодействовать с окружением. Конечно, мозолит глаз постоянно эти трамплины сверкающие. Но в конце концов, это аркадная гонка. Так что не стоит от неё ожидать что-то от симуляторов. Ни хрена себе. Вот это жесть, похоже, сейчас будет. Там кого-то развернул. Или он сам развернулся. Просто летает вокруг автомобиля. Блин, как они так жёстко ускорились вперёд? Эй, братан, не бортуй. Да, это делаясь профессионалом. Бортоваться только разрешено мне. Так, выезжаем мы вперёд. Надо, наверное, разворачиваться два раза, да, чтобы получать микроускорение. Дополнительное закиси азота. Несмотря на мою неспешность, я вырвался всё равно на первую позицию. И мы с лёгкостью взошли на подиум. Первое место. Даже грязь, смотрите, остаётся. И снег на автомобиле. Да, с визуальной частью они нормально поработают. Блин, не забрал я награды, но и насрать. У нас следующий заезд в Гималайя. Давайте его выполним. И как раз получим набор карт. Мы посмотрим, что там выпадет. Пакцы. Это жизнь, друзья. Как вы знаете. Давайте перекрасим, кстати, тачку. Надоел уже красный цвет. Перекрасим в белый, например. Смотрите, вот такой белоснежно-белый. Камуфляжный, можно сказать, как раз под снег. Посмотрим, как это будет выглядеть. Тут уже у нас трасс. Мы не просто с горы скатываемся, как лыжники. Демонстрируют нам соперников. Моя тачка, кстати, единственная белая. И она очень сильно выделяется. Эффекты клевые. Даже такая метелица присутствует. Так, братишки, пропустите босса вперед. Мне нравится, как я их раскидываю. Буквально задев чуть-чуть, они рассыпаются. В отличие от меня, я как будто танк по сравнению с ними. Блин, я хотел завернуть. Уже поздно. Погнали этим путем. У нас ускорение. Даже, смотрите, снежок падает на экран. Талка здесь, виды от первого лица нет. Из кабины. Хотя это бы смотрелось, наверное, как-то странно. Используй идеальное нитро и получи чего? Нажми на нитро, чтобы применить его. Идеальное нитро. Дождись, пока шкала нитро будет в синем участке. А, окей. Так. Нажимаю. Видимо, аэр быстрее. Это не особо заметно. Кровенно говоря. Но мы все-таки обгоняем бича. Сейчас еще немного ускоримся. Заходим здесь в поворот. Бортуем мразь. И вот сюда вот на трамплинчик. И финишируем, друзья, без проблем. Ну, давайте посмотрим. Откроем этот пак и что там выпадет. Может быть, сразу три карточки. Например, Бэхи опять. Так, заберем, кстати, все это. Какие-то непонятные коины. Какая-то валюта, видимо, здесь дополнительная. Так, переходим в меню. И сейчас будем открывать пак. Нужно еще две карточки. Может быть, из этого пака как раз эти две карточки выпадут. Сейчас посмотрим. Так, набор карт. Получаем. И одна карточка Ниссана, друзья. Этот Ниссан неплохо выглядит, но для того, чтобы его получить, нужно еще девять карточек. Да, так себе пак. Ну-ка, давайте посмотрим, какие здесь паки вообще есть. Так, ну это монеты, монеты. Вот жетоны эти. А где паки? Неужели нельзя пак купить? Их только разблокировать можно? В магазине я паков не вижу. Это спецпредложение. Чат клуба. Даже клубы какие-то организовывать здесь можно. Шибкая синхронизация, кстати, у меня по каким-то причинам. Хотя интернет включен. Не знаю, короче. Возможно, паки действительно покупать нельзя. Но это какое-то странное решение. Обычно в подобных играх как раз-то паки и пользуются спросом. Помимо всего остального. Ладно, друзья, будем на этом заканчивать. Если вам понравилась игра, вы хотите видеть продолжение, пишите обязательно об этом в комментариях. А на этом все. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.